Мне крайне непросто предлагать тебе такое. Мы с тобой не так давно знакомы, и я надеюсь, мы сможем друг другу доверять. Субтитры создавал DimaTorzok Давайте перенесемся в эпоху древнюю Египта, когда государством правило царица Клеопатра. Это студенческий капустник, и традиционно выпускающийся курс, четвертый курс, придумывает некий обряд, посвящение для первого курса. Но поскольку темой был Египет, то было предложено съесть египетский песок для того, чтобы стать единой семьей режиссеров. Дорогие врачующиеся, да не упадет между вами яблагораздора, да не пройдет по вашей улице ленинг. И пусть ваша жизнь будет такой же прекрасной, как в краю махнули. Я провел около 53 часов на репетиции. Из них, наверное, два часа я уделил сну и полчаса еде. Ну и мы пришли к нужному результату. Ура! С посвящением всех! Это все-таки яркая жизнь, ее нужно прожить на самом высоком уровне настроения, чтобы никогда не отчаиваться. А блестки на мужчине, это не так страшно, поверьте, посмотрите на меня, вот просто и все. Я мужчина, и я в блестках. Без автозагара, конечно. Добро пожаловать на категорию режиссуры, телевизорных представлений и праздника! Совсем скоро у попугаев и обезьян Белгородского зоопарка появятся теплые и красивые дома. Наши студенты факультета дизайна и технологий расписывают экзотариум. А пока мы с нетерпением ждем открытия, наша пресс-служба пробралась в будущие апартаменты животных. Перед нами стоит большая задача расписать весь экзотариум. Здесь 10 боксов для приматов, попугаев и других видов животных. Сейчас мы закончили только первый бокс, это с попугаями бокс, бокс второй. Доделываем, закончили бокс с игрунами и сейчас переходим уже в следующий бокс для приматов. Здесь он делится на две части, но это один из самых больших боксов, который нам предстоит как бы сделать. Очень много работы, но мы стараемся успеть срок все это выполнить, конечно. Работают здесь члены Союза художников России, преподаватели Института культуры, особенные люди. Таких людей немного у нас в Белгороде, поэтому нас сюда и отобрали. Потому что делать росписи такого масштаба могут не все в Белгороде. Скоро белгородцы порадуются и придут новые помещения, очень красивые. Я думаю, что когда здесь поселят животных, тут будет просто сказка. Монументальная живопись в моей жизни первый раз. И я в принципе рада этому. Интересно это и с профессиональной точки зрения нам поможет в дальнейшем. И для портфолио это очень хорошо. Ну и как развлекательное такое мероприятие тоже присутствует. Что сейчас в моде у студентов? Чем они занимаются в свободное время? И какой обед студента? Сейчас узнаем! МТ. РТП. Раих. Мы. Музыкальное творчество. Уинди, я же не знаю, хореографы, наверное, там, режиссеры. Музыкальное творчество, они же поют, танцуют. Самое скромное, конечно же, Раих. Его никогда не слышно, не слышно. Ну а мы скромные на самом деле. Крутые, но скромные. Ой, библиотекарь, я не знаю, какой у них факультет. Куски, бля. Раих. Да, будет так. В моде у студентов сейчас бородуа. Да. Ловить покемонов. В моде петь, это модно. Постоянно мы поем. Получать стипендию. Подкаты штанов. Подвороты, на штанах. Вот каждый раз, на каждом парне вижу. Зачесывают парню волосы, это вообще что-то. И лаком, и лаком. И лаком, лаком, это вообще, это трэш. Я не знаю, честно, я рок-н-ролльщик, поэтому пофиг. Не знаю, шуточки ВКонтакте, мамасики. Я не знаю, хлеб, вода, роллтон. Чай и роллтон. Пирожок. Тортики. Котлета. Чай с булочкой. Суп. Бизнес-ланч. А где бизнес-ланч? В фермере. Должны проходить спокойно, в уютной домашней обстановке. Весело и свободно. Активно. Дома. Ну, собираться с друзьями, там, гулять где-то. Да. Можно даже репетировать. Весело, вот, чтобы петь по-модному. Ну, весело, задорно. Быстро очень и мимо. Без пянки. А на сегодня у нас все. Увидимся через пару недель. Все выпуски культурного блога вы можете посмотреть на нашем сайте или в группе ВКонтакте. Всем пока!